Вы, наверное, уже все слышали и, возможно, даже испытали на себе недавний мировой коллапс, когда произошел глобальный сбой операционной системы Windows, который как раз и стал причиной перебоев в работе интернета, авиакомпаний, банков, магазинов, супермаркетов и различных компаний по всему миру. Если бы Меркурий в этот момент был бы ретроградным, то, конечно же, на него посыпались бы камни из каждого астрологического утюга. И был бы в этом коллапсе, как всегда, обвинен бедный ретроградный Меркурий. Когда Меркурий становится ретроградным, его обвиняют всегда и во всем. Сломалась техника, виноват Меркурий, произошла какая-то ошибка, опять Меркурий виноват. И если что-то потерялось, то это тоже украл Меркурий. Современная астрология – это не язык неба, это язык испорченного телефона, когда бред, заблуждение одного астролога становится бредом для многих астрологов. И просто передаются эти бредовые знания от одного поколения астрологов другим. Меркурий уже устал краснеть, устал оправдываться в период своей ретроградности. Конечно же, он и сам в этом виноват, так как именно Меркурий управляет знаком Зодиака Близнецы. И именно там, в Близнецах, находится информация испорченного телефона, сплетни и всякая словесная чушь. Все всегда обвиняют Меркурия во всех грехах. Но почему-то все забыли о том, что у Меркурия есть и хорошая светлая сторона в знаке Зодиака Близнецы и в Третьем Доме Гороскопа. Это, во-первых, оглашение любой информации, новостей, донесение информации. И не забывайте, что Меркурий – это великий глашатый, посланец богов, который носит новости, доносит информацию, полученную или же подслушанную им на Олимпе. Или в мире людей подслушанную, или же подслушанную в подземном мире. И когда любая планета становится ретроградной, вы уже знаете, что она описывает свою рабочую зону, из которой она как раз и будет творить свои события. Меркурий будет ретроградным в этот раз в период с 5 по 28 августа этого года. И станет он идти назад, пятиться с 5 градуса Девы до 22 градуса Льва. И уже 16 июля Меркурий находится в этой своей рабочей зоне, в этой петле. И он уже, Меркурий, гермес с трижды величайшей. И обрел Меркурий в это время тройную силу. И пробудет он в статусе трижды величайшего до 12 сентября этого года. Запомните это. То есть с 16 июля до 12 сентября Меркурий будет великий рассказчик. И очень важно, с какой планетой в это время на небе он встретится. И встретится он с ней три раза. Так как это будет как раз про события, которые будут связаны с этой планетой. И Меркурий нам об этом с вами расскажет. Пошлет Меркурий позитивные аспекты вашей планете в гороскопе. Это секстиль или тригон. И принесет он вам новости про благие события. Пошлет Меркурий в вашей планете негативные аспекты. Это квадрат, оппозиция или соединение. И принесет тогда Меркурий вам новости про негативные события. Так кто же все-таки в этот раз виноват в этом глобальном хаосе? За форс-мажоры, неожиданности, за интернет, за программное обеспечение, за информационные технологии у нас отвечает планета Уран. И в момент мирового коллапса транзитный Марс был в соединении с этим Ураном. А Марс способен создать кризисную ситуацию. Это воинственная планета, агрессивная. Но, конечно же, один бы Марс в этот раз не справился. Потому что примерно каждые два года транзитный Марс соединяется с Ураном. И оппозицию он ему шлет, и два квадрата в это время. И все-таки мы видим, что коллапсы не происходили до этого. Марс мог только включить это неожиданное форс-мажорное событие. Ну и кто же нам с вами рассказал об этом событии? Конечно же, Меркурий. Маленькая планета, малыш Меркурий, посланец богов. И за период своей событийной дуги, Меркурий, с 16 июля до 12 сентября, тремя квадратами обрушится на планету Уран. И принесут они негативные события, которые будут связаны с Ураном. И когда весь этот коллапс приключился, то транзитный Меркурий тоже стоял квадратом и к Марсу, и к Урану. Но это еще не конец. Потому что спектакль для нас с вами только начался. И самое болезненное еще ждет нас впереди. Будем очень внимательно следить за событиями и за Олимпиадой во Франции. Так как транзитный Меркурий три раза включит квадрат Марса с Плутоном гороскопа Франции. И на помощь ему придет вдобавок воинственный Марс. Он соединится с натальным Марсом и сделает квадрат на натальный Плутон страны. И всем, кто собрался в этот период посетить Олимпиаду или посетить Францию, я не советую это делать. Сейчас там небезопасно. И лучше вам остаться в этот период дома. Но самые острые события, самые болезненные события начнут для нас с вами разыгрываться в середине августа. И это тоже будет только первый акт спектакля, который будет происходить и на небе, и на земле. В середине августа Юпитер с Сатурном сойдутся в Великом квадрате. И этот квадрат будет работать до лета 2025 года. Запоминайте этот период. Также в середине августа Марс, воинственный Марс, включит этот великий квадрат. Он соединится с Юпитером и сделает квадрат на Сатурн. Ну а малыш Меркурий будет находиться в своей событийной дуге и вторым квадратом ударит в этот момент Пауран. Пауран, как вы помните, и за перевороты, и за революции, и за хаос, за неожиданности, за свержения, за протесты, и за полеты, и воздух, и за интернет тоже отвечает. И вот эта небесная сила может остановить полномочия какого-то очень высокопоставленного лица, известного лица в мире. Следите в это время особенно за событиями, которые будут происходить на Ближнем Востоке. И с 5 октября 2024 года на фоне опасного квадрата Юпитера с Сатурном транзитный и очень злой Марс обретет тройную силу до мая 2025 года. И вот за этот период с 5 октября 2024 по май 2025 воинственный Марс, агрессивный Марс, тремя оппозициями встретит транзитный Плутон, царя подземного царства. А это для нас с вами означает лишь одно, что полетят на Землю и гром, и молнии, и будет мир очень опасным, потому что наверху аналогично тому, что и на Земле. Нас с вами ожидает очень непростое и очень опасное время, поэтому берегите себя. И привет вам всем от Меркурия, трижды величайшего. Субтитры сделал DimaTorzok